Добрый вечер. Осень у нас началась с заявления двух наших любимых руководителей. Первым выступил Медведев и поздравил в пустоту страну с Днем Знаний. В воскресенье он был не понят. Хотя, конечно, какое количество детей было выстроено под знамена для того, чтобы оправдать, по крайней мере, это поздравление. Вторым был товарищ Путин, который поехал на Дальний Восток и студентов университета тоже поздравил, сообщив, что это, конечно, кайф, когда 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому есть возможность поотмечать начало учебного года два дня подряд. Мне это, например, тоже не очень понятно, но некая неясность в изложении тонких мыслей у них присутствует у обоих. На этом палитра неприятностей осени только началась. 1 сентября — это вообще трагический день. Он трагический и в мировой истории, поскольку, сами знаете, какие неприятности начались, с количеством жертв в десятки миллионов людей 1 сентября. У нас сегодня день знаний 2 сентября. Это когда детское раздолье, а также юношеское и подростковое, меняется на мучительные ответы у доски и прочие неприятности, которые, конечно, в более старшем возрасте мы все будем идеализировать и рассказывают друг к другу стройными голосами про то, что детские годы чудесные, связанные с книгой, с песнью. Нам не забыть никогда детские, а также школьные годы. Хотя, конечно, у каждого свой опыт. Мой опыт говорит о том, что лучше бы это забыть. И наш осенний заход, он интересен не только тем, что 1 сентября, в общем-то, ничего толком не произошло, поскольку линейки состоялись сегодня, день знаний начался сегодня. Но 1 сентября у нас вступила в законную силу закона в образовании. Это трагедия по уничтожению нашей страны. Мы до этого жили на инерции Петра I и Российской империи, построенной по принципу невозможности великодержавия без образования науки. Это была сентенция Петра I, который полагал, что чем более образованной будет хотя бы какая-то часть населения, тем мощнее будет держава. Мы прожили как раз до 1 сентября 2013 года в ситуации и в попытках еще как-то кому-то научить. Но на сегодняшний день вступил трагический закон по уничтожению нашей страны в силу, и теперь государство перестает учить, оно начинает оказывать образовательные услуги. Отныне задача государства не получить квалифицированных специалистов и людей, хотя бы просто грамотных. Грамотных мы уже не получаем давно. Но посмотрите, что люди пишут у себя в блогах, в интернете, а также уже и в открытом пространстве, газет, журналов, а также на телевидении и радио. Кроме всего прочего, мы занимаемся теперь тем, что учим не человека, на него уже наплевать. Мы, оказывая образовательные услуги, выращиваем из человека потребителя. Об этом говорил предыдущий министр образования. Задача из бедняка вырастить потребителя самогона, из люмпина вырастить потребителя программы время, из городского средняка, такого очень абстрактного, вырастить потребителя айфона и Мазда 3 в кредит, ну а, соответственно, из разумного обывателя вырастить платежеспособного потребителя услуги по высшему образованию за совершенно бессовестные деньги с этого дня, в том числе вся коммуналка университетская, она тоже перекладывается на плечи студента, не говоря уже о других нюансах образовательного процесса. Для водителей трагедия 1 сентября 2013 года в том, что вступила в законную силу противозаконные поправки в ПДД. Самое трагическое здесь это аннулирование статьи Конституции. У нас есть в Государственной Думе профильный комитет имени Плигина и Лысакова, он как раз называется по конституционному законодательству и государственному строительству, и, как ни странно, занимается уничтожением Конституции. Именно Плигин и примкнувший к нему Лысаков и начали создавать обособленную социальную категорию людей, пораженных в своих гражданских правах, которые называются водители. То есть доктрина государства выглядит следующим образом. Вы должны купить машину, вы должны заплатить за нее налог, и желательно, чтобы вы после этого никуда не поехали. А для того, чтобы никуда не поехали, и для этого есть исключение из правил под названием Конституция. О том, что это закон, касающийся всех, теперь уже это не так. Сначала нас лишили 49-й статьи, это принудутся невиновности. Потом нас лишили 19-й статьи, это равенство всех перед законом вне зависимости от места проживания. Теперь с 1 сентября нас 50-й статьи лишили по поводу, если помните, там речь идет о том, что никто не может быть за одно и то же преступление осужден дважды. Вот теперь в гражданском процессе, в административном производстве, появилась ситуация, когда за одно и то же нарушение человека наказывают дважды. Например, лишением права управления за определенный состав правонарушения и тут же штрафом. То есть наше меркантильное государство идет к тому, что следующий этап будет назначение штрафа за абсолютно любое деяние. Например, за убийство, за педофилию, за наркоманию. За все это полагается и тюрьма, и штраф. То есть двойное наказание, потому что на водителях мы опробовали, водители, естественно, сказали, да, за, нравится, давайте. И водители, если помните, сами попросили еще, чтобы была переэкзаменовка, тем самым добавив третье наказание по, например, алкогольной статье. Это было бы хорошо и, может быть, имело бы рациональное зерно в том случае, если бы у нас полиция была, мягко говоря, все-таки реформирована, а не просто перекрашена, переодета и переименована. Вот если бы у нас полиция была такая, как мыслица, такая вот, как на бумаге красиво написано, тогда да, ужесточение каких бы то ни было мер, оно имело бы рациональное зерно. Поскольку пьяным можно сделать абсолютно любого несговорчивого, то, соответственно, на человека в какой-то момент может вылиться сразу троекратное нарушение, и троекратное получается наказание. Вернее так, нарушение-то одно, а вот наказание, соответственно, штраф, решение права управления, и потом в качестве наказания еще переэкзаменовка. В советское время переэкзаменовку отменили именно из-за ее коррупционно-емкой составляющей, и потому что признали вторым наказанием. За одно и то же деяние человек тогда, при советской власти, не должен был получать два наказания. При нынешней власти два и три наказания, наконец-то, вот они реализованы. Еще одна неприятность из осенних картинок, грянувших по Москве, а не по всей стране, это обещанное дорожное партизанское движение, состоящее из 70 инспекторов Центрального округа, интересующихся заклеенными цифрами на наших номерах. Это подзаконное формирование, не имеющее в своих действиях абсолютно никакой правовой базы, и, тем не менее, покушающиеся на нашу собственность, на наше имущество. В Москве есть часть водителей, которые не понимают, почему они должны из своего кошелька оплачивать порывы Ликсутова и Собянина в их деревенском понимании порядка на дорогах. Почему, если люди платят налоги, они должны еще чего-то платить? И почему должны быть платными парковки, хотя это противозаконно? Вот парковки платные в Москве, абсолютно все до единой, являются противозаконными. И вот есть люди, которые, может быть, только чувствуют этот противозаконный нюанс и не готовы ему потакать. Есть люди, которые осмыслили и понимают, что они категорически не согласны потакать противоправным действиям власти. Не говоря уже, конечно, о шалопаях и шарлатанах, которые тоже под сурдинку готовы не потакать жадному посягательству на свой кошелек. Они либо заклеивают номера, либо иногда кладут их даже в багажник. И поскольку парконы, нам Ликусатов объяснял, что они чрезвычайно эффективны и могут распознать по базе данных абсолютно любой номерной знак, сопоставив в том числе машину, ее цвет, марку и так далее. Но в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Поэтому должны быть партизаны пущены, количеством 70 человек, которые не имеют статуса, но, видимо, будут называться что-то типа инспекторов, не знаю, околодорожного надзора, пока еще тоже не придумано. Нам обещали, что они с 1 сентября уже будут. И их задача подкрадываться к чужой собственности и смотреть, что там на номерах. И, может быть, там пальчиком отскрести какую-нибудь особо залипшую этикеткой, листочком, окурочком цифру-буковку. Поскольку правовой основы под их действиями нет, предполагается определенный производственный травматизм у этих людей. Потому что, когда кто-то лезет к твоему имуществу, ну, в принципе, снизу в челюсть это нормально. Такие совпадения в жизни могут быть. Почему партизаны не вышли с 1 числа? Хотя были обещаны. Вполне возможно, что именно они слушали внимательно товарища Путина и решили, что два дня подряд отдыхать в День знаний, это для них и было сказано. С другой стороны, какое партизанское движение у нас было хорошо организовано. Были примеры, но в целом, как массовое явление, они, конечно, не блистали. И еще один приятный нюанс осени, раскрасивший достойными цветами именно сегодняшний день, это номера с тремя семерками. Как вы знаете, первый номер достался случайной женщине на дорогом Мерседесе. В Москве, как вы знаете, с точки зрения одного из информационных порталов пробки побеждены навсегда. Здесь всего лишь 3 балла, а Mail.ru считает, что эта картина соответствует 5 баллам. Причем картина у них не совпадает. Мне Mail.ru как-то милее, у них больше похоже на правду. Телефон 6510-996. Сегодняшний трагический день знаний, когда мы отвели детей в школу, и они у нас многие рыдали в букеты. Мы продолжаем говорить об автомобилях. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. С удовольствием и интересом стараюсь слушать каждую вашу передачу. Помогите советам. В семье двое детей, три года и год. Ой, вам еще так далеко до школы, вас сегодня это не коснулось. Поэтому я с легким чувством облегчения слушал ваши новости сейчас. Потому что ужас, что творится с объединением школ и так далее. Вот у меня друзья сейчас пошли в школу. Если бы они делали первый раз в этом году, у них бы был полный кошмар. Объединили три школы с уклоном в испанский язык, люмпинскую и такую обычную. И получилось в латинской транскрипции первый класс с A до K. Ну, A, B, C, D, E, F, G. Представляете, да? Как бы 21 тысяча детей. И все это в одной школе, как бы, как они там будут выруливать, непонятно в этом году. Но у них не стоит задача выруливать, у них стоит задача аккумулировать финансы. Отвой бюджет, да-да-да, объединенных школ. Это понятно. На наших детей, как мы знаем, наплевать. Да, это точно. Хотелось бы, вы знаете, чтобы вы помогли советам по поводу кроссовера, куда бы влезло два автомобильных кресла для трехлетки и годовалого. И бабушка еще на заднее сиденье. Вот, варианты получаются. Чтобы это еще красиво было, если это возможно. Ну, как бы, вот сравните, я не знаю, Volvo XS90, Audi Q7 и, я не знаю, Land Rover Discovery 4. Может быть, вы что-то подскажете другое? Вот кресла на годовичка и кресла на трехлетнего, они разные. Разные, разные. Тем более, бабушка не влезает. И бабушка не влезает. Тем более, что у вас через какое-то время произойдет смена пажерского караула. Маленький переедет в кресло старшего трехлетний, а трехлетний получит такую чудовищную конструкцию, как пилот-испытатель-истребитель. И бабушка не поместится в принципе. А, так. Потому что, ведь у вас же, вот, буквально три года, соответственно, где-нибудь, он сейчас стоит уже на пороге нового кресла. Да, уже вот, ну, младший пересаживается. Его вот, да-да-да. А старшему я сейчас новое буду покупать, вот. А то, что я пробовал у друзей, вот бабушка не влезает. Да. Я просто думал, старший на бустер потом пересядет. Ну, не сразу. Как бы, или это... А, не сразу, да? Ага. Не сразу. И тем более, если дальняя дорога. Потому что бустер, это все-таки изобретение... Это инженер Прокруст делал. А у Прокруста немножко другие были задачи. И здесь, опять-таки, разговор не о том, насколько ребенку удобно, а о том, насколько перед смертью, типа, он мне на язык, ему было безопасно. Понятно. Поэтому... Не дождемся. Да. Ага. И получается, что вы куда-нибудь закладываетесь на дальнее плечо, и ребенку очень неудобно на этом бустере. А, все, да, отпадает тогда, не подумал, ага. И еще рано его бедного, несчастного третировать этой жуткой табуреткой. Приходится, соответственно, покупать нормальное кресло. Единственное, что у него уже вариант крепления идет не собственным ремнем, а штатным ремнем автомобиля. Ага, ага. Понятно. И в этой связи, вот, единственный вариант, это либо брать всю эту груду, кресел, бабушку, и ходить мерить, потому что даже если вы линейкой будете смотреть по прайс-листу, либо по пресс-релизу, вы не поймете, насколько реально это пространство удобно. Осваиваемое. Либо вы идете уже на ХС-90 и заказываете два детских кресла по бокам. Штатные, которые будут встроены на заводе, имеющие несколько вариантов трансформации, позволяющие легально возить детей. Вы знаете, у них ведь есть эта блистательно придуманная система. У них вот в серединке, да, вот это вот, я слышал, где можно ребенка сажать, вроде бы безопасно. Нет, минуточку. У них есть сиденье обычное, соответственно, оно либо левое, либо правое, либо и то, и другое. И бабушка у вас получается на насесте, соответственно, антирадикулитная гимнастика, внучок слева, внучок справа, бабушка крутится юлой, как юная и молодая. Но дети сидят на тех самых заводского изготовления нормальных креслах, которые во взрослой жизни убираются и имитируют посадочное место для взрослого человека. А под ребенка вы подушку выдвигаете, она делает хитрое движение вперед-назад, вперед-вверх-назад. И ребенок садится на детское кресло, которое состоит из заводских деталей оборудования автомобиля. А, ух ты, ага. Эта штука есть только у Volvo, и она в том числе есть у 90-го. Вам это будет стоить приблизительно как 4 Discovery. Ух ты, понятно. Потому что в Европе вы же помните, что ребенок — это роскошь. Автомобиль — это ширпотреб. А вот ребенок, о, если Герр завел себе ребенка, то он за это будет платить всю оставшуюся жизнь вместе со своей мамзелью. Но зато вы на Хосе 90 получаете реальную универсальность. А во всем остальном вы должны будете ходить и вот таская эти самые кресла. Но посмотрите, что подойдет, потому что дети все разные. Они маленькие, размеры разного, вес у них разный. И степень свободы каждому нужна своя. Поэтому сначала Хосе 90 и попытайтесь найти машину, у которой хотя бы одно такое кресло есть. Редко кто заказывает два. Вы по крайней мере представите себе, как это выглядит. Потом вы берете всю эту груду пластмассы и тряпок. Берете, соответственно, бабушку, она же теща. И с ней идете уже смотреть, как это выглядит там в Q7. Либо в дискаре, либо в какой-нибудь несуразный Хонди Пилот, которая, по крайней мере, широкая. Либо вы уходите в диапазон минивэнов, где Ford S-Max или Ford Galaxy имеют нормальное посадочное место среднее во втором ряду. И у бабушки есть шанс к двум пристегнутым детям как-то более-менее адекватно повернуться нужной стороной. Но формат минивэна я пока как бы психологически не готов. Мы такси пользуемся минивэном, я все за рулем представляю каждый раз, но с трудом пока. Да, это несколько заставляет погрустить, но зато это на одну имиджевую добродетель добавляет вам. Вы становитесь таким заведомо уважаемым человеком, ценищим семью. Пиво вы уже бросили, а детей нет. И бомбить можно, если что, да. Ну, бомбить, не дай вам бог. Я сучу, сучу. Да, да, да. Дождемся, да, ту-ту-ту-ту. Хотя, конечно, бомбить тоже можно, но я, например, по сию пору доставляю себе это удовольствие, когда я подвожу людей, но с одним условием, что я их везу бесплатно. Понятно. Они изумляются абсолютно, они не верят, пытаются хотя бы 100 рублей. Говорю, ребят, сразу договорились, что везу бесплатно. Вот везу, потому что нравится, хочется, по пути, вот мы катаемся, но бесплатно. Понятно. Они не могут в это поверить. Тем более, довольно часто это бывает на каких-то чрезвычайно экстравагантных автомобилях. Вот так побомбить, это да, конечно, это всласть. А так вот из трех марок, Volvo, Q7 и Discovery, нету, да, приоритета? Если вот, допустим, подходит и туда, и туда, и туда. Все три не очень, да? Все три, они немножко разные. У Q7, если посмотреть, то у него, в принципе, как и у Хосе 90-го, у него все-таки расчет заднего сидения на двоих. И бабушке будет неудобно в диско, в этом отношении, ну, опять-таки, все разные. Нужно это уже примерять как плате. Всем прийти, потратить на это сначала одну пару выходных, потом вторую, потом третью, потом четвертую. Вот так через полгода вы уже как-то, изможденный полностью этими приятными хлопотами по выбору новой машины, придете к какому-то пониманию, что вам подойдет, что нет. И потом уже вот эту вашу технологию отжатия цены на входе применять, там, и так далее. Обязательно, обязательно, обязательно. И, Александр, кстати, вот вы сейчас выходите на тропу выбора в летней одежде, потом начнется осенняя одежда. Зимняя, ну да, да, да. А потом зимняя. И там и широкая, да, да. А у бабушки, соответственно, тоже у нее ведь наверняка не флисочка. Шубейка-то есть, да. Вот, вот. И пока машина прогрелась, и чтобы всех не заморозить, и чтобы был микроклимат, это абсолютно правильно, что вы приоритет ставите подобным образом. То есть машина выбирается под конкретную функцию детей и бабушки. Но это мучительно долго, потому что так мало кто выбирает себе машины. Ну, к сожалению. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас слышать. Меня зовут Сергей Асланян. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, я рад. Сергей, внимательно и достаточно долго слушаю вас, раз и дозвонился. Но вот хочу задать вам простой вопрос. Я, конечно, услышал долю сарказма, когда вы обсуждали автомобили с заклеенными номерами, которые мы встречаем в городе Москве, в достаточно большом количестве стоящие на обочине. Да. Но вот хотелось бы услышать ваше мнение. Какой должна быть борьба? Да, ведь я правильно понимаю, что это определенная хитрость? Ну, ладно, когда в центре стоят на платных парковках с номерами, но когда все обочины забиты этими машинами, когда все зеленые, так сказать, наши газоны, на газонах стоят эти машины с заклеенными номерами, ну, мне кажется, это в определенной степени хамство, которое водители допускают. Вот здесь неправильно, и поведение этих людей очень сильно огорчает. Но с кого нужно начинать дрессировочные мероприятия? С обывателя или с власти? Кто должен показать пример? Вот когда начинают нас карать, наказывать и стращать. Давайте посмотрим. А вы для нас перед тем, как поставить нас к стенке, что сделали? Досы-то накормили, баню истопили, и еще избушку повернули нужной частью к нам, чтобы улыбнулось? Начните с себя. Начните ездить без мигалок, заставьте работать полицию, решите вопрос с дорогами, то есть сначала сделайте дороги и пустите по ним общественный транспорт, не гробы на колесиках, в которые вы нас пихаете под названием «Мы завтра вам в этот Лиас повесим Wi-Fi», как нам пообещал сегодня в очередной раз победивший блистательно на выборах товарищ Собянин. Давайте сделайте все, а мы уже сами придем к пониманию того, что правильно, интеллигентно, хорошо и что украшает нас, как цивилизованных людей. Но никак не наоборот. Сначала концлагерные порядки, потому что мы виноваты перед властью. Кстати, со слегка подтраченным бюджетом в никуда. Так может быть, все-таки они первыми, а мы вторыми. Вот на такую игру я согласен. На сегодняшний день мы выглядим, как люмпины и отщепенцы, которые всего-навсего не хотят выполнять свою финансовую обязанность перед Родиной. Родина в опасности, у нее на шубо-хранилище не хватает, поэтому мы должны не заклеивать номера, прийти с зарплаты и сказать, ну куда, ну где эти облигации госзайма на новый Т-34, я хочу победить фашизм, дайте я заплачу. Вот в эту игру я не призываю никого играть. Дмитрий, я ответил на ваш вопрос? Вы как... Ну, судя по всему, мне удалось. К разговору о том, кто первый начал и кто первый заканчивает. Сильный, как известно, должен протягивать руку слабому. Население всегда заведомо слабее, чем власть, которая над ним громоздится. Поэтому обязанность государства показать, как она сама умеет играть по правилам игры. И эти правила игры, они создаются как раз для того, чтобы исполняли их все, но пример начинается с головы, которая вдруг в какой-то момент внезапно впервые в нашей истории перестает вонять. Вот как только в стране проветрили и уже не так тошно, вот после этого вы имеете право с нас спрашивать. Но никак не наоборот, поскольку это мы у вас алкоголики, это мы у вас ездим быстро, паркуемся не там, где надо, и вообще, в принципе, какие-то мы прижимистые в последнее время. А вам не хватает. У вас олимпиада, у вас чемпионат, у вас универсиада, у вас очень много спорта, а у нас очень много проблем. И мы никак не стыкуемся в интересах. Вы даже перестали нас учить, оказывая нам услугу, перестали нас лечить, и последнее, что вы еще не перестали делать, это охранять. Но судя по тому, как геополитически вы проигрываете и здесь, через какое-то время эту функцию вы делегируете другим людям. Причем они будут не из нашей страны и не будут иметь нашего гражданства. Кончится для нас это плохо. Поэтому, начиная любую реформу, начинайте с себя, а потом уже будете наказывать нас. Перерыв на новости. На сайте победившем Пробки вместе с Собяниным уже 5 баллов, а на сайте, где Пробки, там 6 баллов. Я имею в виду Mail.ru. 65, 10, 9, 9 и 6. Здравствуйте, Андрей. Алло. Алло, меня слышно, да? Да, вас слышно. Скажите, а как вы день знаний провели сегодняшний? Никак, в слопотах в работе. А вы отметили, что вчера вас тоже поздравили с днем знаний, вы должны были в воскресенье то ли на линейку пойти, на пионерскую, то ли в барабан немножечко побить? Нет, я уже этот возраст перерос, а мое поколение младшее еще не выросло. Везет же. Да, надеюсь, что к тому времени, когда он подрастет, школу отменят со всеми. Можно будет заниматься домашним образованием. Я сильно подозреваю, что отменят, но по другой причине. Потому что то государство, которое будет на этой территории, не заинтересовано в остатках населения, владеющих русским языком и какими-то минимальными знаниями. Да, в этом определенная заинтересованность точно есть. Видно, да. Что у вас в автомобильной жизни? Я бы хотел вот такую машину интересную рассмотреть. Хондо Элемент. Машина не продается в России, только заводится из США. Это очень интересная конфигурация. И нравится тем, что очень практично в плане того, что можно мыть ее шланг внутри. И эта расформация позволяет запихать туда 2000 литров груза. Ну, с дверками там не очень удобно. Вообще-то это CR-V, накрытое кузовом такого несколько эклектичного дизайна и обклеенная пластмассой. Потому что вот нынешнее поколение уже скрашенной пластмассы, это, конечно, не то. А предыдущее, когда она была вся серенькая и можно было тереться мордочкой об забор, это было идеально под нас. И эти машины, конечно, и проложили себе путь, во-первых, некоторой необычностью облика, а во-вторых, вот этой функциональностью. Много некрашенной пластмассы – это то, что нам нужно. Но ходов к CR-V, то есть это неплохо, временами полноприводно. Но вот эти две дверки боковые, которые посреди салона торчат, они как-то, с одной стороны, очень привлекают, а с другой стороны, такое ощущение, что вот только под тещу сделано. Либо под пронырливых детей, которые своплим «папа, дай конфету», туда и обратно шнырь-шнырь. Ну, бывают такие дети. Ну, поскольку к этому идем, то и с этим расчетом тоже. Насколько рискованно брать такую машину? Потому что все незавезенные, сомнительная история, разумеется. Насколько неубиваемый двигатель там стоят? Как долго эти автоматы проходят, которые все, собственно, автоматы, там лучик нет? Вот тут уже сразу совокупность проблем, которые, на самом деле, мы с вами не решим никогда. То есть вы косвенно спрашиваете меня о надежности. Надежность, как вы помните, это игра теперь уже совсем короткая, недолгоиграющая. В расчетах на первого клиента. Первый клиент отъездил 120 тысяч, машину выбросил и забыл. Второй должен с ней уже валандаться, лечить и хоронить. Изредка бывает, когда то старую коробку поставят, то старый двигатель, и тогда они живут долго. Как только начинаются высокотехнологичные моменты нынешнего времени, там, евро-6. О-о-о, здрасте, приехали. Хонда-элемент, она либо американка, либо европейка. Европейка, скорее всего, будет со скрученным спидометром. А американка с карфаксом вполне возможно, что она окажется вполне честная. Тем более, с некоторой страховой историей, там были у нее ДТП или нет, кто на ней ездил, и как часто он менял у нее масло. Это все, в принципе, по карфаксу довольно часто все еще можно отследить. И если вы берете ее из долларовой зоны Америки, соответственно, вы имеете некое представление, что с ней было. Если вы берете из Европы, скорее всего, это какой-то польский перекуп, и там все скрученное, отшаманенное. Европа в этом отношении, к сожалению, более лукава. А дальше вы не знаете, вот этот мотор, он проживет или нет. Потому что, в принципе, ну, там же гамма моторов стоит. Там они бывают, что называется, и под Европу одни, и под Америку другие. Но многие, кто на Хондах CR-V ездят, они не ропщут, но на каждый второй из них вместо автомата попадается вариатор. А вариатор, к сожалению, во вторых руках это всегда то, что шепчут на ухо и говорят, «Андрюша, не бери! Не бери, Андрюша, не надо!» Он говорит, «Да, хорошее! Да что вы! Да 500 тысяч! Не бери, не надо!» На вторичном рынке это просто засада. То есть упаковка классная. Что там внутри? И тем более элементов мало. Есть, конечно, на них те, кто специализируется. Но ведь по закону подлости нужна именно та запчасть, которая не подходит от CR-V. Экзист. Надо бы дружить с ними, да? Да. И вы вроде купили машину не для того, чтобы ее лечить, а для того, чтобы на ней ездить. А она в результате так глумливо говорит, «А я тут в гаражке постою, а вы пока побегайте вокруг меня». А насколько механика похожа будет на CR-V? То есть можно ли будет у тех же дилеров обслуживать? Они за это с удовольствием возьмутся. Со временем вы познакомитесь с ними, заведет себе мастера-приемщика, и у вас будут нормальные отношения. Платформа одна и та же. Разница, конечно же, есть. Тем более, что японцы, они всегда под Америку более щепетильны. Но, по сути, это одно и то же накрыто разными кузовами. Степень совпадения или не совпадения, вы узнаете только в тот трагический момент, когда упали в люк, и вдруг выяснилось, что у нее рычаг подвески другой, и саленблок у нее другой. Или там прокладка головки блока у нее тоже другая. А не очень многие, ведь под разные экологические нормы, и под разное топливо, и разное масло позволяют себе разные модификации. Америка, она до сих пор очень любит минералку погуще, а октановое число пониже. Европа таких вещей не позволяет. Соответственно, вы купили, открыли капот, и тут у вас начинается череда невероятных открытий. Вы постигаете Японию. Лучше брать машину напрямую из США, да? Если уж брать... В этом случае, я тут хотя бы прозрачная история. Хотя бы ради прозрачной истории. Но что там с ней было, и как оно на самом деле, вы опять-таки в эту лотерею поиграете за свой счет. После этого, да, конечно, картина будет ясна. Когда вы будете продавать эту машину в нашей стране, вы, отводя глаза, расскажете подробно, что же там было на самом деле. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Часто слушаю вашу передачу. Вот появилась необходимость посоветоваться с вами. Давайте. Ездил я примерно год на Вазовской девятке. Затем сейчас у меня Ford Escort 1997 года. Ух ты! Ух ты! С каким мотором? 1.6, 90 лошадей. Ну, ведь неубиваемая же машина. И мотор 1.6, вот этот, его же хватит. Ну, вы первый миллион уже откатали или еще нет? Ну, я второй владелец, и получилось, что всего лишь 160 тысяч на ней, и не верить этому пробегу у меня нет причин. Он брал у знакомого, у хорошего. А хороший знакомый, он ее брал у дилера или у хорошего немецкого знакомого? Вроде бы как у дилера. А, то есть он как раз один из немногих миллиардеров нашей страны, кто в те далекие годы позволил себе крутую иномарочку. 97-го года машина, это, вы помните времена? Вы помните 97-98 год? Преддефолтный. Я, знаете, так смутно. Мне 33 года. Ну, те годы, как какое-то просто ощущение наложили. Такое неясное. Конфет в буфете стало меньше? Да, примерно так. Ну, это как раз в 97-м году эта машина стоила приблизительно столько же, сколько квартира. Она где-то стоила от 15 тысяч долларов. А тогда квартиры, в принципе, плескались в районе двадцатки. Это было тоже нормально. И при хорошей комплектации у вас ручка или автомат? Ручка. О, то есть рачительный первый хозяин взял машину стоимостью не как трехкомнатная квартира, а стоимостью как двухкомнатная квартира. Это был удел состоятельных людей. И в те времена, ведь любая иномарка, это было очень круто, поскольку все остальные давились в очереди за девяткой. Девятка стоила от 11 тысяч долларов до те же самых 14. И, в общем, это было круто, а 15, 16, 17, 18 за эскорт, это было неподъемно абсолютно. А на вершине таким мощным утесом нависала дилерская абсолютно Honda Accord за 18 тысяч долларов. И Chevrolet Caprice Classic с V-образной восьмеркой за невероятные 24 тысячи долларов. И это можно было купить на Тверской, зайти в магазин и купить себе настоящий Caprice Classic. И поэтому, соответственно, с 97 года по наш 2013, 160 тысяч, ну, в чудеса верят там, где в них очень сильно верят. Чем сильнее веришь, тем больше чудес. Ну, собственно говоря, я до машины доволен, какие-то изыски мне особо не требуются. Если бы она не начала уже ломаться довольно часто и ржаветь, в конце концов, мне бы ничего не нужно было бы. Ну, вот появилась возможность, есть сумма 450 тысяч рублей, и хотел бы получить вашу экспертную оценку вот такой, как бы, возможности. Либо Honda Civic, либо Toyota Corolla, или Mazda 3, может быть. Хочется что-то пободрее, надежнее, чтобы была недорогая в обслуживании. Итого, вы выходите на оперативный простор вторичного рынка, и у вас в руках мощный транспарант. Обманите меня красиво, нагадьте мне в душу за мои 450 тысяч. А вокруг вас ходят акулы, клацают зубами и говорят, о, Сережа пожаловал на эскортики. Ага, ну, сейчас мы ему впарим. Вот эти все машины, которые, естественно, знаменитого японского настоящего качества, они уже за 450 тысяч практически покойники. И вам впарят машину ради того, чтобы вы ее похоронили за свой счет. То есть 450 тысяч вы отдаете вот этому похоронному агенту, потом на ней доезжаете до забора, пытаетесь, конечно, реанимация, капельница, новые сцепления, амортизаторы, витамины по кругу, потом еще специальная терапия, потом она все-таки умирает. Все эти машины переоценены были жлобами-дилерами в момент первичной продажи. И жлобами-продавцами на вторичном рынке они тоже переоценены. То есть то, что вы покупаете, например, Corolla за 450 тысяч, это то, что реально сдается в утиль где-нибудь так тысяч за 100. Ну, максимум за 200. То есть это древний год и четыре раза скрученный спидометр. Mazda 3, эта машина резвая, она убитая в дрибодан, потому что она низкая и гоночная. Соответственно, ей посносили все люки, пошибали все опоры двигателя, выдрали картер, завязав его бантиком. Потом все это заклеили эпоксидкой и сказали, о, 450 тысяч. А Civic, ну, он давно у нас уже все-таки турок, одна из лучших турецких машин. И он, конечно, давно уже не молодец, хотя довольно крупный по размеру. Но с ним то же самое. И получается, что за 450 тысяч вы можете пойти и купить себе новую машину, например, Сандера, Рено или какого-нибудь этого самого Соляриса. Вы подступаетесь к не самой роскошной, но добротной комплектации бюджетных автомобилей. Вы, в принципе, можете претендовать на новую машину с гарантией и даже с определенной лаской в обзоре официального продавца. А под Новый год, когда они сейчас все начнут стонать и будут уже предлагать приличные скидки, вы, может быть, даже подступитесь к какому-нибудь полуседану. И это будет, уверяю вас, гораздо лучше, чем играть в лотерею и проиграть. Либо ждите друга, который придет к вам и скажет, Сережа, но только для тебя. 15 лет воздержания. Вот у меня Королла в гараже. Ты же знаешь. Всего лишь каких-то честных 200 тысяч. Но только для тебя. Отдаю за 450. Увы. Лучше новое. Перерыв на новости. На сайт пишет мой тезка. В Мерседесе Б-класса тоже есть встроенные детские сидения. Замечательно вот Александру на заметку. Хотя Александр искал машину в другом типоразмере. И там нужно между детскими сидениями еще встроить как-то бабушку. Яна сообщает, что она купила Peugeot 408. Яна замечательно. У нее очень любопытная судьба шоферская. Ей раз в неделю нужно кататься в области обратно на дистанцию 840 километров. Это такая область, что аж прямо у туристов завитки, наверное, начинаются. И проблема, какую зимнюю шину купить. Главное, чтобы было надежно. Вот здесь, как ни парадоксально, разговор о надежности может быть, поскольку он не имеет никакого отношения к ресурсу. И надежность это то, насколько шина способна как-то сгладить ошибки человека и избыточность техники. Тем более, что у Peugeot'ов у них очень нервные тормоза. Они требуют адекватности. Первое. Ян, у вас должна быть резина обязательно шипованная. Второе. Это должна быть резина Continental. Если по какой-то причине не получается Continental, тогда Nokian. Например, 7-я Хакапеллитта. Чем хорош Continental? Они специально разрабатывают такие шипы и такой протектор, чтобы это все вместе имело минимальный тормозной след на сухом чистом асфальте. То есть на льду это держат замечательно, по снегу это роет как надо, но очень много зимней шипованной резины, они плохо себя ведут на асфальте. Иногда бывает, что с такими песнями можно мимо светофора пролететь, не дай бог, куда-то там в неразбежавшихся пешеходов, что аж страшно даже АБС не спасает. А Continental борется за минимальный тормозной путь, причем делает это лучше всех на планете Земля. Поэтому, Ян, Continental, потом Nokian. Ну, еще несколько минут по поводу автомобилей. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я хотел просто задать вопрос, что бы вы могли сказать по поводу Honda Pilot, такой Pilot 2, 2008 года. Полтора года уже езжу, пока проблем никаких нету, но вот с чем могу столкнуться. Эдуард, вы мне напоминаете добротного британца, которого в момент покупки машины не познакомили с ней, поэтому вы с ней еще на «Вы» и у меня спрашиваете, а чем «Леди» собственно знаменита? Ну, она так как, скажем так, она сейчас стала более популярной. Полтора года назад, скажем так, что она не очень сильно популярна была машина. Сейчас она уже практически езде. Ну, она, у нее был блистательный момент, когда вот в 2008 году вы ее купили. Скорее всего, она тогда стоила как раз тысяч на 300 дешевле. Или я что-то путаю? Нет, сейчас она подешевле уже намного стала. Вы ее за сколько брали? За полтора миллиона или за 1,8? Нет, мне повезло, я ее взял, не новую машину полтора года назад, она 2008, я полтора года назад ее взял. Я ее взял за миллион сто. Меньше, чем за миллион триста я ничего не мог найти. Вот мне повезло, за миллион сто взял, в хорошем, значит, состоянии. Машина в нее не вкладывалась, вот только недавно поменял стойки стабилизатора со втулками. Причем недорого. Ну и не страшно, да. У нее просто был блистательный взлет карьеры, когда эту машину вдруг начали покупать. В 2008 году фирма Хонда чуть-чуть сделала такую вот легкую улыбку, поверх забрала и вместо ценника под два лимона скинула до полутора. И вот тогда пилоты пошли, и, собственно, сейчас вот они по вторичному рынку ходят. Мне в пилоте очень нравится мотор, замечательная V-образная шестерка, и мне очень нравится тазик для оливье между передними сидениями. Потому что вот эта вот емкость, куда можно положить живую кошку, сверху положить собаку, туда еще засунуть телевизор, и если надо упаковку с пивом захлопнуть, и все это будет нормально ехать и не щебетать, это, конечно, большое достижение дизайна и эргономики. Ну, а так вообще? А так вообще, как любая легковая машина, а это ни в коем случае даже не кроссовер, это просто легковая машина, что называется, на полном приводе. Она, ну, она имеет определенный предел, и она ждет от вас, Эдуард, трепет и уважение, что вы не будете ее путать с внедорожником и рубиться сквозь буэрак. Поэтому, видимо, вы так не делаете. Ну да, один раз столкнулся зимой во дворе, как у нас плохо очень чистят. Ну, было так побольше, чем по колену снега. Да, она не очень себя хорошо чувствует, но, слава богу, не сел. Ну, вы почему-то вздрогнули, а что там произошло у вас на этом жутком бездорожье во дворе? Ну, произошло так, а нас ожидало от нее большего. Как бы у меня за время моего вождения где-то, наверное, машина уже сороковая по счету. Ух ты! И были внедорожники. Ну, вот, наверное, самый лучший, который у меня был, это Паджеро все-таки была вторая. На дизеле, на ручке и с мультираздаткой. Ну да, суперселект с блокировкой. Да-да, лазила где только можно было. И даже трехмостовые наши кразы не могли туда залезть, куда я залазил. Ну, это еще плюс ваше мастерство, Эдуард. Потому что вы уже к тому моменту были очень искушенным специалистом по бездорожью. И есть же таланты, которые даже на Паджеро тонут на ровном месте. А вы пробирались туда, где кразы, в общем-то, пасовали. Это уже респект вам. Вы грамотно использовали вот ту технику, которая вам попалась в руки. Некоторые же даже телевизор толком настроить не умеют. А вы на этом Паджере... Ну, а вы вот с ним, с этим аппаратом поладили настолько, что вы ему показали некоторые места, куда, собственно, и Макар с телятами не совались. Ну, я от Хонда-пилота, кстати, и не ожидал того, чтобы мне нужно было там лазить. И, честно говоря, когда люди покупают внедорожники, те же Лонгрузеры Соте или Прадо или что-то такое, и говорят, что вот у него проходимость хорошая, я ему не задаю вопрос-то сразу. А зачем ты покупаешь машину за полтора миллиона, чтобы залезть в кусты? Ну, купи себе УАЗик. Во-первых, и вопрос правильный. А во-вторых, вот пилот-то чем он и знаменит? Он, собственно, зачем сделан? Для того, чтобы не покупать себе тяжелую громоздкую вещь под названием Линкрузер 200. Ведь они же смотрятся рядом практически как силачи с одного ринга. Но один стоит как квартира, и непонятно, зачем ему в этом зоопарке два горба и столько копыт. А пилот — это нормальная легковая машина, имитирующая брутальность и всепогодность. И имитирует хорошо. Мне ничего не нравится в машине именно пилот, потому что, во-первых, эргономика стала ломать. Сам он по себе очень большой. Где-то даже в городе можно спокойно залезть на тот же бордюр, где-то припарковаться, не боясь, что ты можешь зацепить. Так как вот, например, был недавно только у Курского вокзала, они там сейчас делают дорогу, и заставляют автомобили, а даже легковые, перепрыгивать через высокий бетонный бордюр. В этом плане она, конечно, очень удобная. Вопрос, кстати, из-за чего я именно такой задал, да? Я еще поставил газовое оборудование на нее сейчас, на данный момент. Стал подольше, просто побольше ездить перегоны, у меня побольше стали, и как бы решил сэкономить. Проблем пока нету полгода, но, насколько я знаю, что хондовские двигатели не очень любят газовое оборудование. Вообще мало двигателей, которые любят газовое оборудование. Ну да, я четвертое поколение поставил, BRC. Ой, грамотность установщиков плюс ваши молитвенные заклинания, что оно все из себя родное, честное и хорошее, они, конечно, продлят жизнь данного автомобиля. Но вот этот перепад по октановому числу, вот как бы нам не рассказывали с вами о том, что компьютер, он умный, он это учтет, и сработает как наш дореформенный октан-корректор, все это, конечно, сказки. Потому что, вот представьте себе, в абстрактных цифрах, вы полдня ездите на 76, а полдня ездите на 95. Потом опять на 76, потом опять на 95. Как на это ответит мотор? Мотор будет на вас смотреть без должного трепета. У вас газ 105 по октановому числу, а здесь вы максимум 95, а, скорее всего, даже временами 92. Не, она и предназначена для 92 бензина. Значит, с 92 вы скачете на 105, потом опять на 92, и иногда это бывает в рамках одной поездки. То есть вы, особенно по зиме, двигатель запускаете на 92, прогрелись, пошли на трассу, легли в дрейф, заняли свой воздушный коридор, перешли на газ на 105 по октановому числу, едете, потом опять на 92. Но он вам, спасибо, не скажет никогда. Вопрос в том, насколько у него много терпения. Он высокотехнологичен, и поскольку он американец, а еще, ко всему прочему, рассчитанный на плохенькие масла, но на чистенький бензин, то он, конечно, еще поборется за жизнь. Но потом вы вернетесь к любимому Паджеро. — Ну, может быть, нет. Ну, мне Пилот очень нравится, и я так думаю, что в ближайшее время я с него не собираюсь сходить, и даже если потом буду менять, наверное, пока у меня в приоритете Хонда Пилот 2 остается. По ряду причин. По цене и качеству. Пока меня автомобиль устраивает. — О качестве вы будете говорить несколько иные слова сразу после того, как стуканет мотор. Вот сейчас цена и качества легли великолепно, и вы на эту машину смотрите с обожанием, а она на вас смотрит уже с недовольным азиатским прищуром. Потому что вы засунули туда в двигатель свою грилку 105-ю, а он-то вообще с холодным разумом привык на 92-м. У них же, собственно, это же коэффициент детонации. Ведь мы с вами забыли о том, как изначально называлась штуковина, которую запатентовал Николаус Отто. Она была не четырехтактным двигателем, она была четырехтактной взрывной машиной. Потому что в цилиндре-то физика процесса, там что происходит? Там происходит взрыв. И взрыв, естественно, имеет такой параметр, как детонация. И у вас детонация имеет... Даже неважно, не будем вникать уже в подробности молекулярные, но у вас детонация происходит при одном условии на цифре 92. А потом вы ей добавляете туда в топку дров и говорите, а теперь, дорогой моторчик, своими шести горшочками, давай-ка ты повеселись, повзрывайся на 105-и и посмотрим, как быстро тебя разнесет. Ну, скорее всего, да. Разница только в том, что вот 105-й, и вообще чем хорош вообще газ? Тем, что он чище. У него зольных отложений меньше, у него закоксованность меньше. Он, в принципе, не гадит сам в масло, потому что наше с вами масло чернеет от того, как именно оно борется за живучесть двигателя вопреки бензину. И поэтому газовый двигатель, он, в принципе, всегда чище. И полностью газовые моторы, вот которые совсем не двухтопливники, а именно на жиженом газе работают, у них при пробеге в 150 тысяч, если их вскрыть и посмотреть, они стерильные, как часовой механизм. Как будто никто и ничего никогда в них не делал. У них и износ меньше, и масло им нужно простейшее, можно его залить просто чуть ли не веретенное. И у них ресурс другой. Но это в идеальных условиях того климата, которого в нашей стране в ближайшие годы не будет. Поэтому... Да, не будет. Ну, у нас вот сейчас мы пробуем на Дальнем Востоке, что такое тропические ливни. Не нравится. Потом, может быть, конечно, жару попробуем, но локально. Пока мы пробуем длину зимы. Вот мы ее так уже дотянули до 8 месяцев, сейчас может быть до 9-10. Помните, как у Веллера? Каждый год весна наступала, а в этом году не наступила. Ну, понятно. У меня еще такой небольшой вопрос. У меня первые двигатели, которые с включаемыми цилиндрами, а здесь какие могут возникнуть проблемы? На вскрытии вы будете с особым интересом разглядывать, как это при жизни выглядело. Потому что вот этот... Ведь там же физика процесса-то не прекращается, он же молотит. Другое дело, что... Да, он молотит. Просто топливо не поступает. Да-да-да. Просто, что называется, на чистом воздухе. И те, которые отключаемы, они будут выглядеть после смерти несколько лучше. До завтра.